Крапива уже давно считается самым главным врагом садов и огородов из-за своей способности защищаться от прикосновений человека. Листья этого растения покрыты волосками, которые при очень близком рассмотрении по форме напоминают медицинские ампулы. Верхушка волоска острая, именно она впивается в кожу при тесном контакте. Так называемая ампула при этом ломается, а ее жидкосодержимое попадает на поверхность кожи. Оно содержит в себе гистамин и муравьиную кислоту. Последняя вызывает микроожог и покраснение, а гистамин, в свою очередь, желание почесать обожженное место. Несмотря на то, что это сорная трава, практически все ее части могут быть полезны в медицине, косметологии и даже кулинарии. Однако видов крапивы неимоверное множество. Очень тяжело с первого взгляда определить, какая из вариаций перед нами. Нужно знать, что крапива не одна, их тоже несколько видов крапивы. Ранней весной появляется крапива жгучая, она однолетнее растение, и она самая богатая витаминами и липидами. Потом больше всего распространена крапива двудомная, вот у нас она везде, и она может быть жгучая, может быть не жгучая, то есть она может сжечься, не сжечься. Зависит от условий произрастания у нее. В тени, например, не образуется много этих клеточек, которые жгут ее потом. Есть у нас еще крапива пикульно-листная, она вообще не жгучая, то есть у нее нет этих клеток стрекательных. То есть на самом деле не все так однозначно, как мы привыкли думать. Чтобы понять, почему крапива так быстро распространяется, следует обратиться к биологии. В природе всем растениям свойственен какой-то конкретный вид жизненной стратегии, благодаря которому оно существует и развивается. Есть так называемые конкуренты, которые плохо растут, но сразу после созревания очень тяжело выводятся с места своего обитания. Крапива же относится к тем видам, которые не стараются занять больше места, но очень быстро размножаются. Именно поэтому, если на вашем участке завелся такой вредитель, просто так от него не избавиться. Вот крапива, она относится к такому виду стратегии, который быстро распространяется, занимает. Но если здесь, вот там, где крапива, долгое время будет существовать фитоциноз ненарушенный, она там уйдет, она не сможет там долго жить. Поэтому нигде ни в лесу, ни в каком-то, где плотный покров, ни на лугу вы крапиву не встретите. Она только в нарушенных. То есть быстро и хорошо она размножается только в нарушенных местах обитания, потому что это ее стратегия. Кроме того, сильная устойчивость к скосу у крапивы появилась за счет особенностей ее корневой системы. Она разветвленная и хорошо развитая. Помимо мощного центрального корня, растение снабжено множеством придаточных корешков, которые позволяют крапиве произрастать даже на скудных и тяжелых почвах. Также она обладает особым типом размножения – длиннокорневичным. С его помощью при скосе наземной части крапивы она находит в себе силы и может возобновлять рост до тех пор, пока не закончатся питательные вещества. Она размножается, так называемый длиннокорневичный у нее тип размножения, когда новые почки, новые побеги идут от корня. Вот такие виды растений, они легко захватывают нарушенные места питания. Кстати, ландыш майский к ним же относится, сныть к ним относится, пролестник, те вот, которые пырей для огородов, которые знакомые людям. Это растения, которые размножаются при помощи корневищ, они тяжело выводятся, потому что когда вы их срываете, то корневище остается в земле и там новая почка возобновляется. Говоря о пользе крапивы, стоит упомянуть, что в ее составе присутствует хлорофилл. Он полезен для поддержания здоровья кишечника и желудка, оказывает стимулирующее и тонизирующее действие. Богата она и белком растительного происхождения. В 100 граммах растения содержится около 5 граммов белка. В крапиве также есть витамины А, В6, В9, В12, С, а также микроэлементы – кальций, серый, железо, медь и даже барий. Употреблять ее можно в разных видах – сырую, приготовленную отварную. Во всех своих проявлениях она способствует насыщению организма витаминами. Она может употребляться в пищу в виде супов, салатов, ранняя крапива. Ей можно пить настои, отвары. Причем интересно, что, к примеру, действие свежего сока крапивы и действие отвара из листьев сушеной крапивы, они противоположные имеют тенденции. То есть свежая крапива, например, является хорошим средством для остановки кровотечения, то есть повышения свертываемости крови. И вот раньше такой способ был, то есть кашицу из крапивы свежие накладывали на рану, и рано быстро оставалось кровотечение. А сок, отвар из сушеной крапивы, он наоборот разжижает кровь, например, то есть уменьшает свертываемость крови. Таким образом, все негативные впечатления от крапивы стоит оставить в стороне, ведь ее польза по отношению к другим представителям флоры неоценима. Так что, если вы в следующий раз увидите это растение на своем участке, не срезайте его, а лучше приготовьте из него полезное и полное витаминов блюдо.